МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цены под контролем. Как пробудить у продавцов социальную ответственность? Для души в Чебоксарах открылась выставка «Хобби-2015». Год со дня Сочинской Олимпиады. В Чувашии отметили Всероссийский день зимних видов спорта. В Чувашии осложнилась эпидемиологическая обстановка. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю резко возросла на 62%. Какие меры необходимо принять прямо сейчас, чтобы не допустить роста заболеваемости, обсудили на еженедельном совещании правительства республики. Минздрав отслеживает ситуацию в последние шесть недель. На прошлой, шестой неделе, по поводу гриппа и ОРВИ обратились к врачам свыше 12 тысяч человек. Суммарный показатель – 992 заболевших на 100 тысяч населения. Чаще всего болеют дети до 17 лет. Из-за этого в большинстве школ республики объявлен карантин. В некоторых даже отменены занятия либо для всех учеников, либо только для младших классов. Традиционно самая высокая заболеваемость в Новочебоксарске и Чебоксарах. В этом году к ним прибавились Мринско-Пасадский и Янтиковские районы. Новый вирус АН3Н2 выявлен у трех больных. Еще несколько случаев гриппа В, парагриппа и риновируса. Ни один из этих пациентов не был привит от гриппа. Ситуацию с ценами на лекарственные препараты Минздрав также контролирует в ручном режиме. Алла Самойлова прямо на планерке продемонстрировала, как можно экономить. Амепрозол, Амес и Ультоп – три препарата, которые совершенно одинаковые. По международному непатентованному названию Амепрозол российские стоят 30 рублей. Амес, индийский препарат, не хочу рекламировать ничего, но он стоит 200 рублей. Ультоп стоит на сегодняшний день 300 рублей. 30 и 300 – разница в 10 раз. Понятно, что для пациента, скажу честно, никакого различия не имеет, пить этот препарат или этот препарат. Конечно, здесь во многом это то, что назначил врач, то есть как он правильно объяснил. Дальше, как ведет себя фармацевт или провизор, то есть назначает тот или иной препарат. И если он будет говорить, что ничем не отличается Амепрозол российский от Амепрозола импортного, то, конечно же, он продаст более дешевый препарат. Именно в этом сейчас заключается социальная ответственность продавцов. Лекарств не гнаться за коммерческой выгодой, а войти в положение покупателей. Мониторинг цен показывает – и импортные, и отечественные препараты потихоньку дорожают. Причем, чем выше была стартовая цена, тем заметнее повышение. К счастью, это не относится к лекарствам из списка жизненно важных и необходимых. А вот у продовольственных товаров аббревиатуры ЖВНЛП нет, поэтому поставщики не церемонятся. Речь идет о привозных овощах и фруктах, мороженой рыбе, причем вовсе не импортных, а из соседних регионов. Сегодня наши сетевые компании, они не являются драйверами роста цен. Сегодня отпускается нас от производителя через дистрибьюцию. Когда нас с коллегами работают, откуда товар поступает? Я говорю сейчас о российских продуктах питания. Российских. Они подорожали в два раза. Отдельные позиции, надо работать по отдельным позициям. Не скопом мониторинг вести. На неделю себе намечать и отработать одну-две товарные позиции, цепочку. Почему это произошло? Производить в других регионах. Ну то есть это ненормально. Минэкономразвитие также рекомендует почаще обращаться к своему сайту, где постоянно обновляется информация о товарах и ценах. Что же касается местной продукции, то здесь даже наметилось некоторое снижение цен. Например, подешевели свинины, крупогречневое, капусту, молоко, куры. Некоторые продукты у нас одни из самых дешевых в округе и в России в целом. По таким продуктам, как свинина, мы находимся на первом месте в ПФО и на втором месте среди регионов России. По хлебобулочным изделиям это из ржаной муки, из пшеничной муки тоже на лидирующих позициях. Вторые места занимаем. По самой муки пшеничной тоже на третьем месте. По колбасным изделиям на четвертом и в девятом месте по России. Сыры, куры охлажденные на пятом месте и по тринадцатым месту по России. Хорошо зарекомендовали себя ярмарки выходного дня, где сельхозпроизводители продают свою продукцию по ценам ниже рыночных и магазинных. Столичные власти даже увеличили количество торговых мест. Елена Гальперин, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же на совещании председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин вручил государственную награду прокурору Республики. Владимир Метелин прослужил в Республике ровно 10 лет. Максимальный срок полномочий прокурору субъекта. В этом году он собирается на пенсию и хочет остаться жить в Чувашии. Поэтому подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое президент страны удовлетворил. За вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан Владимир Метелину достойно медали ордена за заслуги перед Чувашией. Новочебоксарск, АллатРя, с 2015 года еще и Канаш. Три индустриальных города Чувашии включены в программу модернизации моногородов. Рабочая группа правительственной комиссии побывала в городе железнодорожников, чтобы на месте обсудить первоочередные задачи. Сложность ситуации в моногородах оценивают по принципу светофора. Канаш сегодня подает красный сигнал. Два градообразующих предприятия города, в том числе и автоагрегатные, на грани закрытия. Половина трудоспособного населения города уже сейчас выезжает на заработки в другие места. Поэтому так важно детально проработать все варианты занятости людей. Мы знаем, через какие трудности прошел город. Здесь я была два года назад, и тогда обсуждался вопрос о закрытии градообразующего предприятия. Мы видели тревожные лица сотрудников, мы видели, как переживает администрация, как переживает республиканская власть. И тогда было принято решение, что не дожидаясь сокращения, нужно работать над тем, чтобы создавать новые производства. Процесс создания новых производств будет осуществляться под строгим контролем рабочей группы, подчеркнула Ирина Макиева. Основная задача сегодня – проверить жизнеспособность уже существующих инвесторов и привлечь новых. В «АллатРе» и «Ново-Чебоксарске» программа модернизации реализуется успешно. Эти два моногорода вошли в пятерку лучших по стране. Но успокаиваться на достигнутом еще рано, считает глава республики. Ставку делают на строительство индустриального парка. Уже есть резиденты, готовые там работать. Например, «Аурат СВ», «Девилей» и другие. Сейчас вплотную занялись созданием инженерной инфраструктуры. По программе «Моногородов» Канаш получит 645 миллионов рублей из федерального бюджета. Таким образом, когда все инвестиционные проекты заработают на полную мощность, в Канаше появится почти 2000 новых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, «Республика». Весь прошлый год республика оказывала помощь беженцам из зон конфликтов на Украине. Помогала деньгами, жильем, трудоустройством. В эти выходные Чувашия приняла очередную группу вынужденных переселенцев. 12 граждан Украины приехали в столицу Чувашии из Ростова. Среди них четверо детей. На железнодорожном вокзале беженцев встретили медицинские и социальные работники. По прибытию граждане Украины были осмотрены врачебно-сестринскими бригадами. Сейчас вынужденные переселенцы размещены в пункте временного пребывания в гостинице «Курортная». Ведется работа по дальнейшему социально-бытовому обустройству вновь прибывших. Всего в Чувашии находится 2713 беженцев. И половина из них проживают в семьях. Куклы Тильды, живопись акрилом и акварелью, открытки в стиле декупаж. Все эти экспонаты можно увидеть в художественном музее. Там открылась выставка «Хобби-2015». К прекрасному прикоснулась и наш корреспондент Татьяна Леонтьева. Хобби у каждого свое. Кто-то вышивает, кто-то рисует, а кто-то поет. Всю многогранность талантов жителей нашей республики собрал в одном месте творческий проект «Хобби-2015». С 2012 года у нас работает эта выставка, и она постоянно расширяется, расширяется. Мы все новых и новых ищем людей. И многие заинтересованные, те, которые придут на выставку, они будут сожалеть, что не участвовали в сегодняшнем проекте. Но они придут на следующий год. Так у нас и бывает. Каждый год этот проект собирает в стенах музея людей, не связанных напрямую с творчеством. Медиков, историков, юристов, психологов. Хобби помогает им реализовать свой художественный потенциал, освоить непривычный жанр искусства, найти новых друзей. Моя работа Пугачева. И еще у меня есть несколько работ, которые тут тоже представлены и были в прошлом году. В стиле скульптурного текстиля. Но это хобби меня заинтересовало где-то на пенсии, потому что больше свободного времени появилось. Людям нравится. Мне самой тоже. Я с душой с удовольствием копошусь. На выставке можно познакомиться с творчеством не только местных мастеров, но и художников из соседних регионов и даже стран. Впервые за 20 лет здесь представлены работы австралийских коллег. Посетителям музея есть чему удивиться и, возможно, научиться. На таких выставках я не первый раз уже, третий раз, по-моему. И поэтому каждый раз прихожу с большим удовольствием, потому что представлено разнообразие техник. Многие из этих техник можно увидеть, конечно, в интернете. Но вочию наяву увидеть, конечно, всегда интереснее. Кстати, смастерить что-либо своими руками может любой желающий. Для этого в рамках проекта проходят различные мастер-классы. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Олимпийский стадион стал в прошедшие выходные местом проведения Всероссийского дня зимних видов спорта. В годовщину Сочинской Олимпиады здесь состоялись показательные выступления спортсменов, фотосессии с участниками Олимпийских игр, дискотека на льду. На праздники спорта побывала и наша съемочная группа. Забывать Олимпиаду, проведенную на российской земле, никто не собирается. Доказательство тому – Всероссийский день зимних видов спорта, который планируют сделать традиционным. И, конечно, невозможно представить этот праздник без участников и чемпионов Олимпийских игр из Чувашии. Год прошел, как прошли Олимпийские игры, как будто вот вчера они были. И в течение года, естественно, вспоминали те победы, те яркие победы. На самом деле Россия продемонстрировала очень яркие победы. Поэтому сегодня еще раз вспомнить, мы еще двойне рады. Мне было очень приятно, потому что я видела тех людей, с кем бежала я из стафету. Вообще форма красивая и столько эмоций. Я считаю, что такие праздники вообще нужны они, что они будут каждый год, это считаю, что правильно. Олимпийский стадион на время превратился в настоящий спортивно-развлекательный комплекс. Спортивный, потому что тут выступали воспитанники школ по фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку, демонстрируя свои умения. А развлекательный, потому что после захватывающих выступлений всех ждала дискотека на коньках. Сегодня было весело. Многие эмоции, много друзей, знакомых. Мне понравилось. И в следующем году обязательно. В феврале второй год после Олимпийских игр буду праздновать здесь же. Такого в Чебоксарах еще не было. Диджеи на время сменили студии и клубы на открытую ледовую площадку и устроили развлекательный вечер прямо на льду. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Лыжня России продолжает бить рекорды. В эти выходные только в столице республики на массовые старты вышли 13 тысяч человек. Все они собрались в парке имени 500-летия Чебоксар. На лыжню вышли и старый млад. Причем некоторые не старались бить рекорды скорости, а удивляли горожан необычными костюмами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первыми на старт массовой гонки выходят самые юные участники. Кто-то преодолевает дистанцию самостоятельно, а кто-то вместе с родителями. На крутые подъемы многим удается забраться только на руках у пап. На старт десятый по счету лыжни вышли и ветераны. Вера Орлова массовую гонку не пропускала никогда, причем и в этот раз она облачилась в национальный костюм. Вместе с чебоксарцами на старт вышли и гости из южных стран. Студенты Чувашского госуниверситета из Конго, Туниса и Анголы, едва привыкшие к русским холодам и снегу, уже уверенно преодолевают лыжную трассу. Говорят, что к этому дню они готовились долго, каждый день выходили на тренировки в парк. Я много тренирований сделал, но сегодня все нормально. Тяжело было, но привыкал. Упал несколько раз, но нормально пойдет. Понравился? Понравился? Да, да, понравился. Кутание на лыжах? Нравился, конечно. На трассе не только любители, но и спортсмены с опытом лучшим из лучших по традиции вручают награды. Но многие сюда приходят не ради победы. Это у меня юбилейный 10-й раз на лыжню России. И этот самый, очень рады. Этот самый, ну, почаще, чтобы народ выходил на трассу, почаще такие соревнования организовать. Участники ВИП-старта на этот раз преодолели дистанцию в 2015 метров. Этот забег решили посвятить предстоящему чемпионату Европы по легкой атлетике. Он пройдет в Чебоксарах нынешним летом. На лыжи в этот день стали члены кабинета министров, сотрудники администрации города и депутаты. С каждым годом все больше и больше народа собирается. В этом году мы решили два дня. Вот суббота в Лапсарах провели спортсмены эти мероприятия. В воскресенье любители здесь в парке 500 лет и собрались. И это здорово. А может в следующем году еще площадок больше сделаем. Я думаю, что каждый получил частичку здоровья, частичку хорошего настроения. А вот глава республики опробовал трассу еще до того, как массовые лыжни дали официальный старт. С точки зрения удовольствия на этой трассе можно получить столько положительных эмоций, столько энергии на этом светом воздухе. Это словами передать сложно. Надо встать на лыжи, пройтись, прогуляться. На этот раз в парке 500-летия чествовали не только призера Всероссийской лыжни, но и те, кто внес большой вклад в проведение Олимпиады. Награды в честь годовщины сочинских игр получили тренеры, артисты народного ансамбля и журналисты. Глава региона отметил, что приоритеты государственной политики в области спорта не изменились. Мы вводили и вводим объекты физической культуры и спорта. В этом году введем в городе Чебоксары объекты новые. Это для вас. Количество участников массовых стартов успели подсчитать уже в выходные. Всего в эти дни в республике встали на лыжи более 50 тысяч человек. Медрик Валев, Сергей Рябчиков, Республика. На пьедестал почета чебоксарского этапа лыжни России поднялись 30 человек. Всего было разыграно 4 комплекта наград. Профессиональные спортсмены в этом году за награды массовой лыжни сражались на отдельной трассе. В первый день разыграли медали самых протяженных дистанций на 5 и 10 километров. В парке 500-летия честовали призеров детского забега и тех, кто первым дошел до финиша основной трассы. По традиции награды вручали самым юным и опытным участникам. Так на пьедестал почета поднялся двухгодовалый Матвей Игонин. Подарки юным спортсменам вручали и спонсоры соревнований. Свой призовой фонд учредил и магазин «Спорттовары». Магазин «Спорттовары» предлагает товары для спорта, туризма и отдыха по доступным ценам от производителя. Лыжи, лыжные ботинки, коньки и так далее. Широкий ассортимент. К итогам «Лыжни России» мы вернемся сразу после программы «Республика». А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова